здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами работает ученый агроном ломонос петр тема которую поговорим она очень актуально станет в конце этого месяца ну южных регионах она может станет актуальной может и более более раньше в северных может чуть позже о чем мы поговорим есть такое заболевание огурцов который называется пероноспориоз или мучнистая роса так вот чем опасно это заболевание для огуречника вы замечали что если появляются мучнистая роса на огурцах или на черекабашках на любых тыквенных культур и наши тыквенные культуры очень быстро начинают погибать и начинают засыхать листья начинают засыхать сами растения и растения погибают и это что мы могли пишу где-то полтора-два месяца получать урожай мы уже не получаем именно за этой болезни давайте просто сейчас вот так я живу для огуречника я вам расскажу как проявляться пероноспориоз наш пероноспориоз или мучнистая роса огурцов она начинается сюда на верхушке значит на верхушке если вы будете наблюдательны вы заметите появляется она не сразу появляется появляются точки вот это и есть это первые залетевшие споры мучнистой росы они живут они где-то через три-четыре дня эти споры начинают пылеть разлетаются следующие споры и наши растения повреждаются болезнь прогрессирует очень быстро и буквально за 7-10 дней может уничтожить весь огуречник что необходимо предпринять вы знаете как оно распространяется это раз внутри что способствует появлению пероноспориоза ну пероноспориоз или мучнистая роса он сохраняется растительных остатках где-то сохраняется на почве вот и потом приходит его время когда становится прохладной ночи когда ночь становится прохладной где-то 18-20 градусов вот но ночью появляются туманы это происходит в наших условиях белоруссии в конце июля начале августа появляться появляются туманы появились туманы вот это все провоцирует появление мучнистой росы что необходимо предпринять для того чтобы этой напаси не было на вашем огуречнике и огурцы вас плодили право до самых заморозков делается все очень просто ну во первых мы будем повышать иммунитет растений повышаемый цвет растений наш секрет вам такой открою очень очень простой беру 20 грамм медного купороса вот а 20 грамм медного купороса это одна столовая ложка сверху раствором воде и вот уже сейчас где-то в середине июля месяца мы должны обязательно обрезать признаков болезни что нету но мы должны обрезать весь весь огуречник побризгали вот через неделю делаем следующую обработку следующую обработку что мы сделаем беру коллоидную серу она еще садовых центров садовых магазинах коллоидная сера есть вот берем эту коллоидную серу нас используем однопроцентный раствор коллоидной серы то есть 1 процент на ты 100 грамм холодной серы 10 китров воды и обильно обильно мы опрыскиваем весь весь огуречник потому что вас есть его сразу теплиться это можно сделать как бы это самое но сверху и снизу если на улице только сверху не волнуйтесь эффект будет ну и значит после того как мы сделали 1 1 купороса 2 мы сделали коллоидной серы обработку следующее можно использовать однопроцентную бордосскую смесь ну значит вас некоторых вопросов что вот тот николаевич вы советуете все химию химию можно использовать биологические средства до мотоспорт биологические средства биологические средства что нам подойдет 3 литра сырого таки молочной вот 7 литров воды вот и пузырок йода 5 мили 5 миллилитров на 10 литров в этой смеси разбавляем и обильно обильно обрезаем наш огуречник но тоже повторюсь что это надо сделать сейчас до появления признаков болезни чтобы она не повреждала ваши растения ну а по химическим обработками а что так и вами рассказал но замету что растения которые обработаны коллоидной серой их плоды можно собирать уже через день растения которые обработаны бордосской смесью их плоды собирать можно через пять дней после обработки и мыть в теплой воде промывать в воде потому что эти препараты не упитываются они остаются на поверхности вот и промыли они как бы вреда здоровью вашему не принесут так что ответе такие такие вот простые способы такие секреты которые вот используются и ваш огуречник будет плодить долго и радовать вас хороший хорошим урожаем и вы будете иметь хорошие сока хорошие закатки вот и вдоволь иметь свежих огурцов удачи вам успехов да ну да ну если же нашем канале смотрите вот до свидания